Суровый приговор черным риэлторам обсуждают в области и стране. Две исключительные меры наказания и два длительных срока лишения свободы. Четверо, и среди них женщина, признаны виновными в убийствах шести человек и покушениях на убийство еще трех. Преступники убеждали собственников квартир продать недвижимость, а после этого расправлялись с ними. Пока неизвестно, будет ли обжалован приговор Могилевского областного суда. Ожидается, что будет. Подробности громкого дела расскажет Наталья Евгеньевич. На черных риэлторов оперативники вышли в 2015-м. Взяли при подготовке к убийству человека. А дальше было следствие. Тогда-то и выяснился весь масштаб преступления. С обвиняемыми оперативники работали полтора года. За это время они признались в убийствах шести человек. Но жертв, говорят правоохранители, могло быть и больше. Уголовное дело насчитывает 71 том. По делу прошло 400 свидетелей. Судебное слушание длились 8 месяцев. На последнем слове они все просили прощения у родственников убитых. Игорь Гершанков клялся, что никого не убивал. Семен Бережной просил суд не лишать его жизни. А Татьяна Гершанкова расплакалась, уверяя, что не убила ни одного человека. Борис Колесников целиком и полностью был не согласен с обвинением. Обвиняемым был создан конвейер смерти, который существовал на протяжении нескольких лет с четкой распределением функций и ролей каждого участника преступной группы. Игоря Гершанкова и Семена Бережного приговорили к смертной казни. Татьяну Гершанкову к 24 годам колонии общего режима. Бориса Колесникова к 22 годам строгого режима. Имущество у всех фигурантов дела будет конфисковано. Суд достаточно взвешенно, ответственно подходит к назначению этого наказания. И если есть какие-то сомнения в виновности лица, ни расстрельный приговор, ни любой другой приговор обвинительный постановлен быть не может. Действует принцип презумпции невиновности, в силу которого все сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Здесь иной случай. Вина каждого из четверых в преступлениях доказана. Убивать людей ради корыстных целей был их бизнес. Супруги Гершанковы нигде не работали и жили за деньги, полученные преступным путем. Обманывали людей с квартирами, за что в 2010-м были судимы. А выйдя на свободу, принялись за старое, но с куда большим размахом. Как вы рассчитывали воспользоваться вот этой вот ямой? Для чего ее надо было копать? Чтобы вверху там было так. Родного? Да. В связи с чем? В связи с тем, что мне хотели забрать деньги. Своих жертв преступники искали среди одиноких людей с задолженностями по коммуналке. Входили к ним в доверие и убеждали продать свое жилье, чтобы переехать в квартиру поменьше и подешевле. А когда те соглашались, обвиняемые начинали готовить могилы своим жертвам. Помогали оформить документы на продажу квартиры, а дальше ехали в лес отметить сделку. Бережной сам не пил. Он делал вид, что пил, отставлял с наличным спиртным стаканом. В тот момент, пока человек находился без сознания, по действиям алкоголя и клапелина ему одевали на голову полиэтиленовый пакет, сматывали руки и ноги скотчем, клали в гроб и хоронили. Места для этого выбирали подальше от областного центра. Действия, обвиняемые по отношению к жертвам, отличались исключительной бесчеловечностью и жестокостью. Этот смертный приговор десятый в Могилевской области за последние 17 лет. Со временем действия нового уголовного кодекса. В конце 90-х годов законодатель ввел в качестве альтернативы смертной казни пожизненное заключение. Был повышен верхний предел санкции, предусматривающий ответственность за убийство при отягчающих обстоятельствах с 15 до 25 лет. Поэтому суды достаточно активно используют другие альтернативные смертные казни и виды наказания. До этого последний раз исключительная мера наказания была применена в 2013 году. Тогда к смертной казни приговорили человека, осужденного за двойное убийство. Уже отбывая наказание в тюрьме, он задушился камерника. В 90-е годы смертных приговоров было больше. В ранее действующем законодательстве смертная казнь была предусмотрена и за коррупцию, и за валютно-обменные операции. В общем, за 30 составов преступлений. В новом кодексе их осталось 14. Теперь исключительная мера наказания предусмотрена не только за жестокие убийства, но и за убийство сотрудников внутренних дел, преступления против мира, безопасности, человечества, военные преступления. Но на Могилевщине такого рода преступления бывают крайне редко. К слову, число умышленных убийств за последние 17 лет сократилось почти в три раза. Со 100 до 30 в год.